Баку недоволен деятельностью минской группы ОБСЕ, не добившейся никаких результатов в карабахском урегулировании. Об этом заявил на брифинге по итогам состоявшейся встречи с главой МИД Греции Никасом Кодзесом, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Он выразил недоумение попыткой международных посредников воспрепятствовать рассмотрению в стенах парламентской ассамблеи Совета Европы резолюции о ситуации на оккупированных Армении азербайджанских территориях. Вызывает смех, что сопредседатели минской группы ОБСЕ распространили в пасе заявлений по поводу рассмотрения на зимней сессии организации доклада по ситуации на оккупированных территориях Азербайджана. Баку рассматривает это действие как оказание давления на другие страны. Внешнеполитическое ведомство страны выразило недовольство странным посредникам. Я отправил письма главам МИД России, Франции и США и довел до их сведения позицию официального Баку. Азербайджан имеет суверенное право поднять любой вопрос на международных платформах и никто не вправе вмешиваться в его суверенные дела. В письмах также было отмечено, что незаконно оказывает давление на депутатов Европарламента. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Баку требует, чтобы посредники усилили работу в этом направлении, заявил Эльмар Мамедьяров и добавил, что считает неприемлемым заявление сопредседателя минской группы ОБСЕ о том, что все решения, принимаемые различными международными организациями по Нагорному Карабаху, должны согласовываться с посредниками. По мнению главы МИД Республики, страны-посредники должны обеспечить исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН о немедленном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных земель Азербайджана. Эльмар Мамедьяров также коснулся роста напряженности в отношениях Турции и России. Азербайджан обеспокоен напряженностью между Турцией и Россией. Мы ведем переговоры с главами МИД Турции и Российской Федерации, чтобы эта напряженность не нанесла ущерб отношениям между странами. Баку имеет широкие политические и экономические связи как с Анкарой, так и с Москвой. Азербайджан прилагает усилия, чтобы помочь сторонам выйти из этого кризиса. Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава МИД Греции Ника Скотзиас подчеркнул, Афины выступают за всестороннее расширение отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Греция является партнером Азербайджана. Мы смогли развить сотрудничество, которое находится на высоком уровне и намерены углублять двустороннее сотрудничество. Мы также выступаем за расширение отношений Азербайджана с ЕС в любой форме. Также хочу добавить, что Греция активно сотрудничает с Азербайджаном в сфере энергетики в ненефтяном секторе. Строительство газопровода ТАП является одним из важных шагов для организации поставок азербайджанского газа в Европу. Приглашаю главу МИД Азербайджана совершить в 2016 году визит в Грецию. Продолжая тему, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что Баку готов подписать с Евросоюзом документ о стратегическом партнерстве. В связи с этим Азербайджан уже представил ЕС проект документа и ждет его обсуждения во время предстоящего в конце месяца визита в страну Верховного комиссара ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магирини, сообщил министр. Главы МИД Азербайджана и Греции также обсудили широкий круг вопросов, представляющих двусторонний интерес и тему регулирования сирийского кризиса. Встречи проходили как в формате тет-а-тет, так и в расширенном составе.